Мы начинаем смотреть за Нянянг турнаментом, квалификации у нас в Китае, первый день на сегодня. Будет у нас целых три карты, все игры формата Best of One, то есть, возможно, рулетка, возможно, какие-то интересные пики. И что-то, может быть, команды будут как-то экспериментировать, показывать страты, которые они тестят, которые они пытаются использовать на практике. Ну, разумеется, это все только лишь догадки. Все-таки патч новый совсем скоро выйдет, и команда уже доигрывает. Патч 6.84, ничего нового. Команды, кроме, там, Герокоптера, Лины, СФов и вот эта все дружная компания лишь рака придумать не могут. А ну и понятно, все команды, все зрители, все комментаторы, абсолютно все дота-комьюнити ждет нового патча. Ну, я думаю, скоро он появится, потому что вот эти вот однотипные герои уже просто достают, да, нельзя. Ну, невозможно видеть их. Team Braveheart против команды Vichy Gaming Potential. Команды знакомы, то есть, мы про них слышали. Сейчас в Китае очень популярно используют там два, три, а то и четыре состава одной и той же команды. Ну, вот, например, Vichy Gaming Potential. Есть Newbie, есть E-Home, там, с разными тегами в конце. Так что не удивляйтесь. На Vichy Gaming Potential команда, которая о себе заявила, себя показывала и на том же International, так что играет, ребята, вполне неплохо. Team Braveheart команда также достаточно старая, коллектив уже состоявшийся, ну и пытается как-то пробиться китайском дивизионе. Да, были у нас проблемы, коннектились мы очень долго к игре, наверное, около 20 минут. Там проблема, что Perfect World и очень сложно зайти было. Там по сервакам выбор, так что мы тут мучились и какие-то аккаунты с Perfect World искали. Но в целом все в итоге справились, мы молодцы. И теперь можем наблюдать за данной картой. Ну, слушайте, пики пока меня уже радуют. И Луна, и Визаж, такие вот герои, не самые популярные, как я понимаю, будут у нас 3 рейнджевика минимум под Аурой Луны, плюс Фамильяр под Аурой Луны. В плане пуша команда Team Braveheart очень сильна, особенно если мы говорим о том, что рано или поздно команда зайдет на хайграунд. И за счет гайлов очень быстро можно будет пушить и бараки, и все строения, вот эти вот колодцы. Это очень-очень круто. Проблема Луны одна. Очень она тоненькая. И тот же Баратрум будут с радостью ее убивать. Еще плюс Баш, еще плюс Незерстрайк. И Луна без Блокенбара, и без какой-то плотности. Даже, возможно, какой-то скади. Ну, вот что-то такое. То есть Доминатор, Сатаник, нужно больше ХП. Возможно выходить статы. Взять и Барабаны, и Мэджик Вэн, и Аквилу там прикупить, и потом уже думать о каком-то БКБ, а потом купить Яшу. Ну, так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но все-таки брать плотность. Потому что Луна там на первом уровне 500 ХП, но это не смешно. Тот же Баратрум, там три удачных баша и минус Луна. Если мы говорим о том же Шейкере, о том же Исефе, это мощные прокасты, Кайлы. Тут без БКБ Луне будет делать нечего. Очень много еще свечи гейминг. Зависит именно от магии. Но, по крайней мере, в мид-гейме тот же Шейкер наваливает весьма значительно. С Эхэслэмом, с Фиссурой будет неприятно по Брусту Луне, который, опять же, не самый толстый персонаж. По банам Тусик, Штормспирид, Бэйн, Undying Dazzle, Лишрак, Баунтихантер, Виверна, Рубик и Скаймак. Все весьма стандартно. Ну и пик. Вечеримный потенциал. Последний остается. У Тембр Фёрд ситуация аналогичная. Мелоди Лаверс Капитан. Ник весьма знаком. Я думаю, многие про него слышали. Игрок хороший, игрок сильный. Берется Вич Доктор. На ласпике. Ну и вот на второй саппорт. Да, Вичи Гейминг. Такой стабильный, знаете. Настоящий пик. 6.84. Вот прям настоящий. Все герои есть. Вот эти метовские. Не хватает еще какой-то Виверна, возможно, вместо Вич Доктора. Но, тем не менее. Пик стабильный. Много дизейблов. Есть способности, которые пробивают Блэкин Бар. Есть также достаточное количество физ дэмэджа. Так что, я уж не знаю, что Тим Брюфхорд сейчас придумают. Им нужен саппорт. Хотя не исключено, что Лина может быть саппортом и доберут еще и мизера. Почему бы нет? Но, очень неплохо Лина стоит против СФа. Прям идеально. За счет Драгон Слейвов. За счет хорошего рейнджа атаки. За счет еще пассивки. Хорошего атака спида. Ну и разумеется, с появлением ультимейта Лагуна Блейд СФ страдает. Очень сильно на лейне. Ну, на то и Шейкер был пик. Ну, дабы там и Стакл, и Фиссурки раздавал. Там под Фиссурку и Кайлы. Можно и 1, и 2 дать. Ну да ладно. Добирается Аппаришн. Вот он. Последний пик. Ну и давайте переходить постепенно в игру. Напоминаю, что формат игры Best of One. Так что тут, возможно, рулет. И вот на такие игры, если честно, я бы ставки не делал. Потому что вот это... Огромный риск. Огромнейший. Команда может заехать с пика, может аутпикнуть. А можно, наоборот, аутпикнуть, каким-то чудом выиграть. Тут... Такая вот разыгровка, скорее, перед... Общим игровым днём. Кстати, вот беда в том, что... Смотрим мы расписание, сейчас вам покажу. Пауза будет у нас аж 2 часа. То есть мы сейчас достримим до 12, где-то так. И потом нам надо ждать до 2. Ну вот, я не знаю, кто это расписание делал, но явно этот человек не любит ни зрителей, ни комментаторов. Потому что, ну, настолько делать большие дилеи, по мне, так не очень практично. Ладно. Лого до сих пор волны не сделали. Лого нету команд. Ой, луна у нас очень красивая. Серые волосы. Ну и посмотрим, что это будут за лейнинги. Потому что направляетесь командой Beherd на ботом, на ботом руну. Вот у нас один герокоптер бедный. Кстати, его могут споймать. Пошли на хард руну команда Beherd. Наверное, желают еще поставить варды. Так, Perfect World уже, как время, начинает подлагивать. Потому что у меня все отлично. Ну, что мы удивляемся. Все нормально. Надеюсь, он прям так сильно лагать не будет. Иначе придется реконектиться. Я вот, честно говоря, не знаю даже, как тут реконектиться. Какой у нас пинг? Сейчас оценим. Пинг 300. Ну, еще нормально. Слушай, мне все так плохо. Видят герокоптера. Герокоптер прекрасно понимал, что команда всегда пришла не просто кого-то убить, но еще и тыкнуть много-много вардов. Ну и вот этот вард очень важен. Прям безумно важен. Есть Вичдоктор, благо, с центрями. И если это все разблочится, то будет отлично. И разблочить это несложно. Но вот если не разблочат, и СФ как-то Лина загнобит, а она вполне может загнобить своего оппонента, то будут проблемы. Будут огромнейшие проблемы. Да, заблочили все, что можно. Притом, смотрите, здесь, центрии, там. Ну, слушайте, тут вот этот спаун, он уже работать не будет точно. Тут совершенно ясно. Ничего хорошего здесь не будет. Так, сейчас мы проверим. С интернетиком-то нет, с интернета все хорошо, да. Но это серваки лагают. Не обращайте внимания. Ну, я надеюсь, они перестанут лагать рано или поздно. И помех у нас таких не будет. СФ Джейкером, Лина одна, Лине помощь не нужна. Да, я думаю, вот он пишет что-то на уровне, что лагает, а так. Я надеюсь. Так, у нас в итоге... Так вот происходит все. И смотреть сложно за игрой. Но сейчас, наверное, будем реконектиться, если вот так будут продолжаться. Так вот, клево у нас все. Да, Лину тут закрыли. Ну, пока у нас слайдшоу. Пока просто слайдшоу один. Мы наблюдаем. Не знаю, что там у англоязычных коллег. Ну, вот она то лагает, то нет. Апаришн пришел. Ну, апаришн... В плане... Саппортинга на этапе лейнинга все-таки выступает Шейкеру. В разы нету стана. Да, у Шейкера очень сильные способности на файт. Есть член-тач. Есть тот же Айсблаз. Но вот не хватает станчика. Кстати, Белозилавр с проблемки. Приходит сюда Бехерт. Член-тач. Стан. Дается. Стан вообще не точно. Ну, друзья, что это за слайдшоу-то? Что это за слайдшоу? Ну, а я вот как вспомню еще дак. Тоже вот эти лаги. Ну, до сих пор не пофиксили. Разгон, кстати, дается на Лину. Есть там СФ. Вот они уже кайлы пошли. Разводит Лин. Специально стоит в тупую. Лина без маны. Ну, и без башков спокойно ребята устраивают Версблад над мидером команды Бехерт. Ну, вот так вот просто и легко развел Лин. И как-то Лина повелась. Была, я думаю, инфраструктура, Трума на лейне. Нет. Ну. Лина уже никуда не собиралась уходить. Он просто не поверил, что сейчас ее придут и убьют на второй минуте. А кто там, кстати, забрал фраг? А еще Шедофиндин забрал фраг. Ну, вот этот буст, душ сразу же, по сути, получает 15 душ за 2 минуты. Ну, крипов, тем не менее, тоже столько же. Поэтому, ладно. Но за киллы всегда у СФ на ранней стадии. Огромный буст в плане дэмэджа. А Шейкер тут, как понимаю, сабузил. А, нет, не сабузил. Просто помазал СФ и Шейкер из себя. Забрал инвиз. Что у нас по топу? Гирокоптер и Вич Доктор стоят сложные. В дабле против Клока. Ну, Клок здесь не особо-то и страдает. У нее есть фарм. У нее есть экспириенс. Гирокоптер пока проседает. По фарму, кстати, на одном уровне с Клоком. Ну и ничего хорошего не предвещает эта игра. Пока что для команды. Чьи имени потенция, шелмина в плане майнкерри. Потому что вот Гирокоптер здесь не фармит. Маратру побежал на луну. Чисто, опять же, разогнаться. Интересно, лейнинг вообще от обеих команд. Поставили в сложную. Даблы, не треплы. Апаришн стакает леса. Ну, а вот здесь проблемка. Да. Да, этот спаун тоже неплох. Но он победнее будет. Это големы, это волки. Это все-таки нейтроли. Плюс те же скелеты. Сатиры. Те же птицы. Те же урсы. Ну, это намного дешевле крипы. И прям так уж разительно уйти от своего оппонента мидера. Если ты зафармишь, их не получится. Но вот здесь почему-то решил стакать Апаришн. Вот эти вот стаки. А не большой. Я не знаю почему. Может бояться. Разгон снова на лину. Прокуют башики. Еще один баш. Просто два баша. От братрума из трех ударов. Ну. Очередной фраг. Очередной фраг. В этот раз уже Апаратрум себе его забирает. Ну и третий уровень направляется на топ-линию. Так, герокоптер там у нас. Убивает Клока вместе с Вичдоктором. Не один. С касками. Но лаги по-прежнему продолжаются. Да. Не останавливаются. Не на капле. Я вот думаю. Только ли у меня, либо у всех. Что-то пишет тут. Китайский комментатор. Что-то непонятно. Так. Братрум. На Мелоди Лаврос разгон. Станчик по Янгу. Но Янг очень уже толстый. Целых 777 хп. Лина славила Койл. Удары за ударом. Разгон через 3 секунды. И... Стан. И выйдет Янг. Ну и вынужден просто уйти. Просто вынужден отойти подальше и не рисковать. Клок. Ланька. Пятый уровень есть. Приходит сюда. Шейкер просто отдается нейтралам. Да, он закупился на максимум. Ничего не потерял. Ну и при этом еще экспу не отдал. Да еще и стаки спалил. Что самое клевое. Вот эти вот стаки. Которые, я думаю, при желании можно будет зафармить. Что и будет делать Братрум. Сначала зафармит Апаришина. Пытается делать стак Мелоди Лаврос. У него это не получится. Снова прокает башек. А прокнет ли еще? Ждет до конца. Мелоди Лаврос. Тычку надо дать. Ну и вот она тычка. И кто там забрал фраг в итоге? Братрум. Братрум забрал фраг. Ну как-то Мелоди Лаврос не совсем гравильно поступил. Он был сразу идти просто крипам отдаваться на максимум. Он это не совершил. Ой-ой-ой. Что у нас по пингу? Давайте мы взглянем. Что у нас по пингу? Я просто знаю, что реконекты не помогут в этой игре конкретно. Они вообще никак не помогут. Они ничего не изменят. Я прям уверен. Они сами по себе так работают. Нестабильно. Перегружены всегда. И лагают. Когда никакой экшен нет, они уже вроде и нормально. Совершенно спокойно работают. Братрум. Разгон на Клок. А вот это может быть ошибка. Клок все-таки толстый герой. Клок и пятый уровень. Включает батарейки. Но батарейки лишь первые. Будет ли это с ФТП? С ФТП мы не видим. И дает очень много Клок времени, чтобы прилететь, наказать всю эту кампанию. В итоге Клок уходит. Были бы какие-то телепорты, можно было бы попробовать повоевать. Кулдауна не было. Дезворода, разумеется, не было. Назерстрайка также не было в наличии у Братрума. Но с другой стороны Клок здесь живет. Вич и Гейминг потом же сместились втроем на топ. Разумеется, тот же Братрум не фармит. В то время как и Лина, и на ботами на абсолютном реформе Луна. И может там как-то визаж выйти. Визажу, как мы знаем, тоже нужен фарм. И фарма нужно немало. Ну и вот она приходит, Лина с Сапаришином. И, ну тут, тут два стака всего лишь. Да, тут фармить-то нечего особо. Больше способностей потратишь, на Лейни бы получил больше. Там три-четыре стака уже, ладно. Но два это чудовищно мало. СФ. Побежал. Ну, опять же, два стака. Было бы там больше. Было бы, конечно, больше за что бороться. Да, приходит и ГСФ. Стаки забирает. Хоть и не значительные, но тем не менее стаки. Зобраны. Братрум. Взгоняется. Фисурка. Башики за башиками. Ну как же Янгу сейчас портит? Вот она Лагуна. Вот он Солосамшин. Все, СФ и минус СФ. Янгу лучше отойти. Еще один Солосамшин залетает. И Янг до конца, как боец, начинает пытаться наваливать. Если бы, опять же, у нас... Ну, я думаю, скоро просто дота выкинет, да? К чертям. Да. Да. У нас уже просто какие-то иду. Давайте мы реконектимся, да? Сейчас у нас тут файт закончился. И давайте мы реконект сделаем. Вот так вот. Вот так мы сделаем. А то это какая-то беда. Ну, опять же, она вряд ли поможет, но мы хотя бы попытаемся. Да. Толку никакого. Да, это будут веселые карты, я че. Это будут очень веселые карты. Может быть, стоит с Дота ТВ смотреть, кстати, как вариант потом. Просто, потому что, ну... Да. То у нас будут... Картинка прилетела Лина, вторая картинка умирает Лина. На ботами пришли, ребята, втроем, без кулдауна. Чисто через, опять же, башики, через фиссурку. Фиссурка вторая. Сейчас, кстати, не так уж и часто максят фиссуры. Обычно максят там тоже фиссурка. Даже тотем иногда веруют для того, чтобы дэмэдж какой-то вливать. Ну и что по Нетвордсам? СФ топ-1. Лина. У нас топ-4. Вот такая вот разница. Лина все-таки пока что мид-линию проигрывает. 2-2. Става Визардри. Ботинок. Ну и выход. Какой-то ультрафаст юл. Ну и СФ больше статов. Аквила. Две ветки. ПТ на силу. И уже 1000 хп. Уже не такой уж Лин. И тонкий. Та же Лина с одной лагуна лишь. Драгонслейвом и станом уже не опасна. Я думаю, какая-то мега еще появится. Вполне вероятно. И тогда Лина даже с Аганимом уже будет не такой опасный противник. Для СФ главное, опять же, уплотняться. Купить себе Мекку. Купить себе потом Маджик Вен. Ну, Маджик Вен потом Мекку. Потом можно купить ПКБ. Скади. Ну, вот такие вот артефакты. Которые понемножку, но дают силу. Скади так тем более дают. Очень много. Просто Лина много дамеджа. Секунду вливает. Но потом у нее дамедж уже и нет. Это нужно учитывать. И просто уплотняться. Про Луну мы забыли. Но вот она Луна, про которую мы говорили. И Маджик Вент. И Брейсер. И Аквилка. И ПТН. То есть тоже уплотняется ХП. Сначально ХП этого героя немного. Сейчас проблем нет. У СФ примерно ситуация такая же. Правда, на Луну Мекку я не видел, чтобы фармили. Приходит СФ. Койл раз. Ну и все. Хотя Баратрум побежал. Но не стоит. Не стоит, конечно. Там Гизаж рядом. Там еще могут быть СФТП. Был бы ультимейт. Прокачал ВСФ ультимейт. Вместо там 4-го Кейла. А то убили бы с Инвизом. Это просто... Там тысяча дамеджа бы в лицо. Влетело бы. Баяем. И все. Да, Никита Китайцев, конечно, тоже. Пока прочитаешь. Тут уже можно Нобелевскую премию давать. Есть Хукшот. Пока мы не видели, правда, его в исполнении. Но, я думаю, совсем скоро Клок придет и его как-то попытается реализовать. На топе Янок. С лагающими оппонентами пытается тут чего-то делать. Но мы не узнаем, чего. Я вижу только, что Баш прокнул. Ой. Ну, мы, наверное, потом просто на следующие игры перейдем на... Дота ТВ. Там лагов нет. Потому что там уже задержка. И серваки идут непосредственно через европейские. Все. А тут у нас прямой эфир через Perfect World. Китайские сервера. Которые вот такой вот стабильностью обладают. Лагать, глючить для европейских зрителей. Заход на вышку от Вич и Гейминг. Опять же, подхил от Вич Доктора. Ну и бить, бить, бить. На топе, правда, там тоже. Фамилья рапейлись луну со второй пассивкой. И ребята тоже могут очень быстро пушить. Разгон. На Мелоди Лаврес. Мелоди Лаврес. Огромнейшие проблемы. Сразу с ФТП от Клока. Ну и... Ну, на телепорт развел, как минимум. Как минимум, развели на телепорт. Но тоже тут переключается. Но, я думаю, у нас только одна проблема такая все-таки. Да, ну и вот они, фамильяры. Разгон Баратрума. Много телепортов на топ. Юми ульту уже почти нашел. Незер Страйк. Колдаун пошел. Ну и уже ульту жать смысла попросту нет. Да. Успели прилететь. Качественная фиссура. Качественный врыв от Янга. И без шансов для Луны. Немножко ребята задержались. Немножко поверили в себе. Под Глифом стояли Билли. Точно было неправильно. Нужно было уходить. Глиф просто так не жмол для красоты. Ну и получается, что вышку. Учий гейминг забрали. У нас снова... Какие-то лаги мы сможем тут идти и просто сейчас уйти. И все. Посмотреть файты еще раз сначала. Давайте попробуем. Так. Че гейминг потеншал. Можем мы смотреть? Нет. Ладно, потом в следующий раз уже сделаем. Не хочу сейчас... Смотри, че-то как тут для Янга. Регенерация? Ой, как повезло-то Янгу. Почему-то она не сработала. Я вот не понимаю, почему. Там, видимо, тычка какая-то открепа летела от какого-нибудь сатира. Понятно, да. Песьма любопытно. Герокоптер забирает сатира, кстати, себе. Будет делать стаки. Но тут уже, как бы, Hurt. Все спланировали. Заблочили спаун. Да. Нет, надо что-то делать. Так, мы можем посмотреть эту игру туда сразу. Просто перейти. К игре. Опа. Давайте мы зайдем в Dota TV просто. Сейчас у нас будет небольшой дилей. Но мы хотя бы, надеюсь, будем смотреть без лагов. Я думаю, причина кроется именно в этом. Так. Вот, 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 вот. Теперь все отлично. Все, ребят. У нас будет небольшой тут дилей. Да, опять же снова. Но сейчас мы посмотрим ситуацию еще раз. Как все было. Но зато теперь без лагов. 60 фпс. Все прям отлично будет. Вот он. Баратрум. Ну, да. Непонятно, зачем было стоять. Бить. Уже глиф нажали. Вы не видели на карте никого. На ботами было уже ноль героев. Для видимости. Ну и. Да. Тут было. Все настолько странно, что нельзя. Давайте мы, кстати, посмотрим, почему Баратруму отменил. Отменились. Это регенерация. Сейчас мы заценим. Там, видимо, то ли тычка от того, то ли от Таура летела, то ли от вот этих вот крипов, там, от этого маленького сатира. На миде. Там, кстати. Крихард грызут вышку. Опять же, фамилия Рассели. Да. Вышка падает. Вышка падает. Опять мы пропустили. Почему не сработало? Арканы. Вич доктора у Шейкера. Ну, такие саппорты, кстати, богатые. Дальше Шейкера только Блингдайгер фармить. Вич доктору можно какой-то Глиммер Кейп купить. Можно купить Аганим. Ну, это будет прям идеальный саппорт. Но Гирокоптер будет стакать. Правда, пока тут нельзя это будет делать 2 минуты. Но потом стаки, стаки, стаки. Гирокоптер будет набирать потихоньку свою мышечную массу. В плане дэмэджа и в плане хэлспоинта. Какой-то БКБ. Какой-то Сенжьяша, возможно, которая сейчас стала очень популярна. Лина. Вылетает на базу. Купила себе Юл. Ну, и теперь Юл надо, конечно, реализовывать. Мека. Ту же секунду у СФ. Но в СФ надо будет слишком много всего вливать. Да, прям очень много всего. Гирокоптера поменьше. Вот Гирокоптера убивать, кстати, очень круто будет. Юльчик, Стан, Дрэгон Слейв. И, я думаю, там еще пару ударов. И минус Гирокоптер. Так что вот это вот неплохой шанс. Но сами. Сами ребята из Вич Гейминг готовы атаковать. Бехард. На топе. Лунар с игроклабом. 1300 хп. Бизаж. Шестой уровень. Фамильярчики. Где-то, где-то потерялись. Где они стоят, непонятно. Может быть, погибли. А может, где-то и летают. На карте их искать весьма не. Благородное дело. Но вот они летают, да. Летают, все проверяют. Фармят. Леса, ну, проблема из-за жда, что он сильно зависим от фарма. Прямо фармить надо, как полноценному кэри. Какой-то медальон. Какой-то Солар Крест. Какой-то еще и Аганим. Пока, конечно, за под денег нет. Посмотрим, будет ли это какой-то Солар Крест. Ну, через медальон. Либо. Балуются с ультой. Либо же выход сразу. В Аганим без Солар Крест. Хотя медальон и Солар Крест выглядят поинтереснее. Ну да, будет медальончик. Там Визаж может воевать. Один на один буквально. 8-4. 12 фрагов за 14 минут. По экономике команда Вичи Гейминг ведут. 2000 по золоту. Ну и по XP отстают на 750 единиц. Бичдоктор с Дезвордом. Ну и все готово. Вичи Гейминг для файта. Там Лин находит Баратруму. Баратруму убивает. Соло. А как тебе демиджа-то хватило? Ну, видимо, Баратруму не на фулл хп был. По-другому я объяснить не могу. Каски. Колдаун. Юльчик есть. Юльчик бы дать. Но поможет ли он вопрос? Не поможет. Он. Фиссура. Дала бы она, конечно, Юл. Но просто бы задержала свою смерть на 2,5 секунды. Не более. Ну, при этом бы задержала. Можно и так сказать, да. Немножко бы соперников развела. СФ. Летит на мидл. Там сместились. На топ. Это наш, опять же, пишет коллега. Теперь я уже уверен, что не только у нас лагает. Ну, как понимаю, просто может у бензо-саммит не лагает, потому что они находятся поближе к Perfect World Servocam. Мы находимся дальше всего. Россия. От Китая. С более. Санкт-Петербург, Москва. Но Киев, не важно. Это все далеко от китайских серверов. Тысячи километров. Ну, стабильности нет и быть не может. Ладно. Проблемы-то мы решили, так что не стоит о них думать. Клок почти есть. Завитный блудмейл. Так вот. И Клэрити себе взял. Ну, пока что хукшотов мы до сих пор не видели, а пора бы уже... Пора бы уже продемонстрировать. Вот они, стаки пошли. Клок. Все видит. Надо, конечно, заблочить. Надо заблочить, либо же идти самим воровать. Луна есть у Луны. Вторые. Глэвы. Смоук. От Бехерд. Одинство уровень Линова. Только-только взяла ультима. Это уже второй. Ну и какой-то выход на Рошана. Если с... Медальон есть. Да. С медальоном Рошана можно забирать очень быстро. И как-то... Че гейминг пота, что даже чекать Рошана нечем. Вот правда нечем. То есть у команды все-таки Бехерд есть мощный... Рокет Плеер, который помогает. Ну и даже не успеет. Хотя, если бы сейчас вот прям догадались, ребята, и прямо в эту секунду бы выехали, может, тут и пошло бы. И... Время же тикает. Рошан уже наполовину упал. Ну нет. Не догадались о том, что... Тим Брэфхорд. Рошана забирают. Геро-хоппер стоит на миде. Выходит Баратрум. И так вот неспешно. И там-то Крошан просто падает в эту же секунду. И как неудачно. Баратрум прибежал. Айс Бласт. Лагуна Блейд. Даже не прописывается. Хватает Солос Амшн. Хватает Драгон Слейва. И стана от Лины. Да. Очень неудачный тайминг словил сейчас Баратрум. Неудачно. Пришел. Ну и погиб. СФ. Одинственный уровень. Пока что мы ультимейта от него еще не видели. Но СФ играет весьма пассивно. Даже, по-моему, мейки прожатые мы не видели. Элементарно. То есть вместо мейки этой можно было купить какую-то хендов миде. Если ты не идешь воевать. Если ты не идешь в файт. Эта команда. Вичи Гейминг Потеншал не идет воевать. Дается телепорт на тир 1-вышку. Угу. Интересно. Весьма, весьма любопытно. Лин тут сейчас делает вещи. Покупает Блинк Даггер. Ну, для боя есть все. Блинк, Мека, ПТ, Аквила. Но пока что Мека уже... Ну, минуток и так 5 не реализуется. И вместо Мекки уже можно было там два разика издать Мидас. Сработать там 400 золота почти. Так что, ну, не знаю, не знаю. БКБ. БКБ от Луны. Тоже важный арт. Дэмэджа пока, конечно, не очень много. Но теперь Луну убить не так просто. Ну, тут надо удачно подобрать позицию Вич Доктору. Ставить Дез Вард. И с Дез Вардом можно вписать много дэмэджа. То есть вот здесь воевать было очень клево. За счет наличия, опять же, Вич Доктора. Сюда ставишь палку. Она сюда бьет. Сбить сложно. Ты стоишь где-то вообще здесь. Но это возможность Вич и гейминг потенциал не из пыли реализовать. Просто потому что не видели, что Рошам падает. Побежал у нас куда-то Братум. Да, улетает визаж. Но Братум бежал на крипов. СФ уже догнать сложно. Все-таки у него там мощный есть. Escape Blink Dagger. Ну и Багобайт Герокоптера. Да, пока команды фармят, фармят. И вот если фраги были, то они одиночны. Да, вот здесь один килл. Вот здесь один. Там буквально последний пайт у нас был на... Как раз таки наут в этой вышке. Это была десятая минута. То есть уже 10 минут ничего не происходит вообще на карте. Вообще ничего. Максимум одиночные киллы от Лины. Ну, там тот же Братум, который слился. Все. На топе. Янг. Разгон. Ну, и снова Янг. И снова Янг. Даже Незерстрайк дать не успевает. Ну и здесь отправляется отдыхать в таверну. Лину фидонить нельзя. Паришина тоже. Аппарат... Ну, аппарат при этом все равно очень беден. Потому что визажа дает весь фарм. Визаж не покупает ни Сентри, ни Абзеру. В то время как аппарат страдает. Ну, ему бы, конечно, какой-то Мидасик бы купить. И было бы круто. Но сложно это сделать. Ну, и пришли на мидл. Гирокоптер, Вичдоктер и Шейкер. Забрали вышку. Заденает не получилось. Ни Фамильяра, ни Луни. Ну, и команда Вичи Гейминг Потеншал просто отойдет. 1800 золота. Вот столько уже есть у Шейкера. И до блинка остается не так уж и много времени и средств подфармить. Бледмейл. Клок уходит. Клок еще на развороте. Ставит Коги. Непонятный врыв от Гирокоптера. Один он пошел. Шейкер был еще очень далеко. Телефор был очень долгий. И, кстати, можно наказать. Ставится СН-3. Есть Лина, есть Аегис. Можно было бы его реализовать. Гирокоптера тоже бы подцепить, но немножко не успевают. Все боемешки были бы поактивнее, порезвее, понаглее. Можно было бы попробовать и убить. Баратрум. Почти есть Блэкинбар. Часто мы видим Баратрумов через какие-то урны, Мидасы. Я, в принципе, не против такой тембилда. Но купить сразу БКБ с БТ на силу Мэжик Вен тоже неплохо. Как мы видим, Баратрум сейчас много дэмэджа в себя впитывает. Последние минут 10, так он единственный, кто впитывает дэмэдж. Больше никто это не делает. Да, мы смотрим. Баратрум. Баратрум. И Баратрум. Просто за 10 минут 3 кила лишь на Баратруме. Баратруме. Так что, только он он фидонит. 3-5-5. Ну, с БКБ будет, может быть, чуть полегче. У Лины пока нет никакой заявки на... Агоним. Ну и Клок. Ракетка. Находит СФ. А Фамильяра также начинает бить. Айс Бласт. Станчик. Сала Самшин. Минус Лин. В секунду. Ну, да. И все. Вот так вот быстро и легко находит. Ну, Фамильяра делала свою работу грязную. Летают. Ищут цель. Но там вся команда постепенно-постепенно смещается. Тот же Клок он моментально смещается за счет хукшота. Ну и вот, опять же, одиночные фраги. И мы файтов не видим уже 12 минут. 12 минут команда не показывает файта. Братрум там играет. Апаришина. Опять же, соло Паришин. Стан. Задув. И у Лины могут быть проблемы, но у нее есть случай чего Аегис. Она воскреснет. Поэтому просто отходит. Лина и команда Вичи Геймлинг Потеншал. 58. Экономика. Опять же, чуть-чуть в пользу Вичи Геймлинг Потеншал. Ну и по экспе уже Тим Бехерт ведут. Луна. Лина выходит в доминатор. И Лина себе везет. Ну, скорее всего, все-таки это Бладстоун. Но, скажу вам честно, по мне так Аганим поинтереснее смотрится. Когда у тебя там всего лишь на команду 8 фрагов и собирать Бладстоун. Бладстоун обычно, когда у тебя там доминация тотальная, ты можешь собрать и идти и Бладстоун клепать заряда. Тут, я не знаю, надеюсь все-таки, что это будет Аганим. Ну, через Пойнт Бустер, так я думаю, точно лучше Аганим собрать. И убивать того же Герокоптера, который 1200 хп. Там 950 дамажа будешь ссовывать с 16 уровнем. Того же Вич Доктора с одного ультимейта. Того же Шейкера с ультимейта из-за Дува. Да и того же СФа тоже, по сути, лишь с одного ультимейта из-за Дува. Таймека круто, но под станом держать и все будет очень просто и легко. Митрил Хаммер от Лина, ну, очевидно, второй БКБ. Но скоро настанет тот момент, когда уже БКБ будет не хватать. Когда Луна будет много вливать физдамиджа, когда Лина будет с Аганимом. Луна себе, да, везет. Хелм оф Айронвилл, будет Доминатор. Ну и Апаришен уже и Пойнт Бустер. То есть, вроде Апаришен бомж, да, бесспорно. Но, знаете, так, шаг за шагом там и появится Огрекла, поставь Овизардрия и уже и полноценная Аганима. Так что стоит быть поаккуратнее на топе. Отлично, байт на Лину. Хукшот от Клока, ну надо же как-то закрывать. Не успевает никого закрыть. Отлично, палка от Вич Доктора. Минус три делается, да. Байт вроде неплохо. Но вот продолжение какое-то. Не оказалось там всей команды, не оказалось, что самое главное, Лины с Аегисом. Это минус три, это огромные деньги, тысяча золота. Прыгает СФ, забирает себе крипов. Но это еще и минус вышка. Я думаю, что никак Бехард не ответит. Да, отвечать попросту нечем. На ботами уже ничего ты спушить не успеешь. На миде так же. Ну и просто пытается как-то Лина фармить. Пойдут ли дальше, но это может быть ошибка. Хотя Лины, что, не будет? Лина на ботами, Луны не будет 20 секунд. Можно немножко зайти потыкать, скажем так. Совсем чуть-чуть. СФ без ульты. Есть Мека. Нажимается Глиф как минимум. Ну и вот 10 секунд еще имеется. Ребята решили отойти, да. Там уже подставляться не стоит. Под станы какие-то, под хукшоты элементарные. Брат Трум побежал подальше. Ну и все, все разбежались. В итоге вот он, наконец-таки, первый какой-то файт. Хотя, опять же, такой не очень был он насыщен моментами. Это был файт в одни ворота. Ну вот если бы Клок там закрыл и не было там бы вот этого вот хукшота прям под Requiem of Souls, вот прям вписался в Лины, когда он уже раскастовался в эту же секунду. И там максимальное количество дэмэджа Клок получил в себя. Ну еще и палка. Палка добила. Покупается Аганим от Лины. Ну и почти 15 уровень имеется. Ждем 16-й. Ждем 16-й. Вся команда BeHard должна ждать именно 16-й уровень. Айгис пропал. Ну и Сэф Блэккенбар себе везет. Так, урна очень поздняя от Шейкера. Прям, смотрите, 26 минуты. Ну лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем никогда. Блин, Каркана ему в принципе кроме этих артефактов уже ничего особо-то и не нужно. Для такой минуты это идеально. Ему главное теперь врываться, что он в принципе и сделал. Ну и убивать. Замакшенная пастивка, замакшенная фиссура. Скоро будет второй ХСЛМ у Шейкера. Все. Отлично. Вич-доктор с форстафом. Ну, такой форстаф не то, что для себя там, а для того, чтобы как-то тиммейт. Это спасать от Хукшота и Когов Клока. Как мы знаем, что форстафы против Клока штука очень клевая. И работает всегда на ура. Ну и формация здесь два стака. Мы идем. Братрум с БКБ. Раз БКБ, два, три БКБ. БКБ очень много. В то время как у команды Брейвхард всего лишь одно БКБ. И пока что луна здесь только умирала. Не видели мы какого-то полноценного прокаста и тимфайта. Ну, ждем. Он появится. Рано или поздно что-то будет. Дорошана. 30 секунд. Ну и, кстати, вот он, возможно, и звоночек. В самоках. Командович и гейминг потеншал. Ждет, что может кто-то выйдет. Дайминги, разумеется. Ребята, здесь Дорошана очень быстро появляется. После исчезновения Аегиса. Прямо в секунду. Но игрокоптер идет первый. С демонейджем. Пошел Янг. Янг. Увидел. Увидела Паришна. Паришна надо быстрее поубивать. Незер Страйк дает. И вот станчик поздноватый. Ну, дают все в Янг. Но в Янг уже весь демидж-то. Блин. Ну, один в один. Да. Если бы файт продолжался, было бы невыгодно. Но файт не продолжается. Поэтому. А Паришна воскреснет все-таки побыстрее. Но моя Паришна это саппорт. Бартрум это оффлейнер. Который бы КБ нажать не успел. А вот если бы успел, то может быть что-то и получилось. Но жалко было бы КБ жить на какого-то там саппорта. Казалось, что зря. Фамильяры пришли по вышке. Там глиф. Но если не бутсер, то эта вышка все равно упадет. И телепорты не намечаются. Да. Падает тавр. Мизаж получает деньги. Немало денег. 1300 еще. И плюс к этому поинт-бустер Солар Крест имеется. Так что там до агонима уже не так уж и много. Надо об этом задуматься. Командир Чигимлинг Потеншал. Гирокоптер. Скоро появится Макикин Бар. Ну понятно почему. В принципе на будущее там та же Луна купит тебе Баттерфляйт. Ну и разумеется уже имеется Солар Крест. Неприятная штука. Которую могут вешать и на Луну, и на тебя. Ну так или иначе надо контрить его. Да и в принципе кирокоптеру, если мы говорим о демедже, то либо Баттерфляйт, либо МКБ. Два варианта имеется изначально. Ну и там уже подстраиваешься под конкретную игру. Тут выбирает фан. Все верно. Именно Макикин Бар. Который кстати уже летит. Вот так вот. Уже летит. Демеджа там будет много. То есть той же Луны пока столько демеджа нет. Она вышла в статы. Будет может еще какая-то Манта Стайл даже. Что прям вообще быть жирным персонажем. Еще и с иллюзиями. Но кирокоптер просто будет наваливать. Просто будет наваливать, наваливать. Ну вот. Осмотрим кто окажется правее. Да. Прилетел Макикин Бар. Пока что команда. Бехерт об этом не знает. Ну и выходит в смоках. Вечер именно потеншал. Визажа. Можно споймать. Но потаврались не стоит. Конечно. Вечдоктор. Пропали. Пропали смоки. Начинает разбивать Вечдоктор 1. Ворты. Опять же. Такой вот неплохой байт. Но. Не удалось. Развести. Брахер. Чтобы там ворвались. Хукшот. Не совсем чем можно. Ну и выход Рошана. Как мы видим. Рошана будет падать. Очень быстро. Ракетки. Уже полетели. Урна вешается. Туда в виде того. Пойдут ли туда. Могут просто элементарно не успеть. Хотя есть Апариш. Надо ему убирать позицию. Давайте АС Бласт. Понимает. Все прекрасно. Вечер именно потеншал. Отходит. АС Бласт ловить не хочется. Еще одна ракетка полетела. Уже в другую сторону. Увидели СФ. Есть также здесь. Клок. Хукшот у него. На готове. Ну и смотрим. Что же будет. Луна. Пока что не очень. Глёвая позиция находится. Вечер именно потеншал. Янга. Моментально здесь убивают. БКБ. От Луны. Луна. Пошла. Погоня за Вич Доктором. Кемом Соулс. Неплохой. Клок может погибнуть. Клок прожимает стики. Пока что один в один размен. Клок очень много времени дает для своей команды. ТТ. Минус Клок. А там творит героокоптер то, что уже трипл килл. Плэкэнон. Остается лишь одна Луна. Которая так же уже наверное отсюда не уйдет. Забирала ДД. Нет. Слушайте. Уходит. Уходит. И может не стоит за ней гнаться. Может просто взять. Хотя есть СФ. СФ Блинк. Через секунду. Так. Луна. Ну что это за гонки? Ну там муспида намного больше конечно. Смысла нет. В итоге гнались. 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 Рошан стоит. И там уже до визажа 15 секунд. А Париж на 15. Почему просто нельзя Рошана по-быстрому убить? Вы же понимаете, что у него мувспиды огромные. Барабанов нет. Ну просто Яша. Элементарная Яша дает огромный мувспид. Ну и ребята заходят и Рошана забирают. Да. Вот раз уже без боя. От команды. Бэхёрт. Ну. Луна пока проседает. Знаете. Без ТИПДД у нее было в начале файта. Может быть что-то и получилось. Но там гн. Пока посмотрели за Клок. Он просто нажал флэккен и начал всех убивать. Под Блэкенбаром его никак нельзя было остановить. Лина потратила. Лагуну на Баратрума. А Айс Блаз был потрачен на одного лишь Баратрума. То есть Баратрум он умер быстро. Но при этом у команды. Брэкфорд ничего не осталось. Вообще ничего. И узнать что-то было ну. Никак. Шейкер. Шейкер. Эхо слэм. Полуни. Ой шейкер боец. Приходит сюда еще и Баратрум. Незер страйк по мелоди Лаверс. Начинает тэп ауди сделать. Да. А зря. А можно было попробовать повоевать. Шейкер. Надо идти. Сатир гонится от Луны. Говорит иди сюда. И ракета от Клока все-таки добивает. Да. Снимает стрик. Но на ботами вышку забирает СФ со своей командой. На Тир-3 конечно ребята не пойдут. Хотя не будет еще Луны. Аж 40 секунд. И потыкать там можно. Есть только лишь Лина. Да. Заходит Лин. Заходит Фан. Дается Суларокрест на Гирокоптер. Гирокоптер в принципе. Только броня уменьшается. В остальном-то ему наплевать. Так. СФ прыгнул. Реквиум. По ЗП. Попадает также под Клоку. Кулдаун. Дезвард. Ну все. Моментально сбивается. Как-то неудачно. Ворвались. Янг погибает. Ну и вот он пошел. Пошел Гирокоптер. Прожимает. БКБ. Что может быть ошибка. Ой-ой-ой. И Лина-то. Конечно без проказа. А вот Луна. Луна. Почти воскресло. Форстав. СФ. Начинает бить Клока. Закрыли. Отлично Фана. Соло Сампшн. Фан здесь должен погибать. Минус Фан. 900 золота. Для команды. Бехард. Ну и загуляли. Да. Дают Аегис. Сами по сути ничего не забирают. Кроме Тир-3-вышки. Огромный буз для команды. Бехард. Ну. Не все киллы показаны. Я думаю там суммарно намного больше денег. 1700 только лишь за Гирокоптера. 2400 также за Гирокоптера. Парижно покупает Гемов Труссайд. А вот что по Аганиму. Но вот уже Аганима нет. Да. Там казалось, что Аганим был близок. Но. Пару смертей неоправданных. Уже артефактов не остается. Много вижена на карте. Команды. Мечи Геминг Потеншил. Действительно. Очень-очень. Его много. Надо сбивать варды. Ну и без Гема не обойтись. Хотя при этом как бы еще Баратрум. Бывают такие Баратрумы с Лотарами. С Ливерейджами. Бывают. Такие вот персонажи. Тут Янг играет без какого-то Лотара. И вообще в принципе инвизового команды. Мечи Геминг нет. Но вич Доктор выходит. Погоним. Есть поинт бустер. Шейкер себе приобрел Глимеркейп. Ну и. Смотрим графики. 7500 по золоту. За Мечи Гейминг. Ну и. Также 5000 Бехард проигрывают. По экспириенсу. Шейкер. Видит ЗП. Но это не лучшая цель. Надо все прочекать. Кто тут еще есть. А тут есть еще и Лина. Тут еще и Лина есть. Шейкеру лучше наверное просто отсюда уйти куда-то подальше. А то можно и нарваться на ГЕМ аппарата и отказаться в таверне. Стаки. От сатира. Ну и вот они три стака для ГЕРОКОПТРА. ГЕРОКОПТРА что-то все там прикупил что ли. Угу. СКАДИ. Будет выходить СКАДИ. Которую в принципе можно будет совсем скоро купить. Вот там. Здесь пофармишь. Золото. 800 получишь. Там еще. Чуть-чуть лесов и уже готовые СКАДИ. Не ребят. Серваки лагают как раз таки китайские. Это да. Я просто зашел с ДОТА ТВ. Поэтому здесь лагов нет. Потому что с ДОТА ТВ задержка идет. И все данные с Perfect World они идут на европейские серваки. И уже с них мы смотрим. Поэтому лагов нет. Если смотреть с Китая. То там. Да. Там лаги. Там лаги. Так что. Тут уж ничего не поделать. Либо так. Либо смотреть опять же слайд-шоу. Такую полноценную прям стратегию. С ходами от каждого. Но это неинтересно. Айс Бласт. По Янгу. Залетает таки. Выходит Лина. Янг просто тэп-аут. И выживает Янг. Да. Да-да-да. Пришел Клок. Так посмотрел у Грюма. Понял что нет. Не получится никого забрать и ушел. Шекер тут по-прежнему прыгает. Бегает. Чего-то ждет. Ждет. Пока придет какая-то луна. И с эхо-слэмчиком. С фиссуркой. С тотемчиком. Ворваться. И рассказать. Как надо. Играть Доту-2. Ну будто луна. Будто тот же визаж. Хотя визажах опа немало. Так же. Как мы видим. Ну и. Бехард. Возможно какие-то смаки хотят использовать. Пойти куда-то. Видят. В очередной раз Баратрума. Только Янг в этот раз уже без БКБ. Дубль-2. Кадр-1. Залетает Айс-Бласт. Ну и. А где Лина-то? А Лина что-то опоздала. А вот он. Отличный хук-шот. По Янгу. Станчик. Бим. Задув. И аппарат забирает фраг. За счет своего ультимейта. Ну да. Тут Баратрум нагло играет. Наглец. Пошел второй раз на ту же точку. Не видит соперников. Ага. Это не скальзер. Вот так вот. Линькин сфера. Против Яулов. Против Лагуны. Против хук-шотов. Это неплохая идея. То есть. Ты нажимаешь БКБ. Нажимаешь просто. Ну не нажимаешь Линьку. Просто она у тебя есть. И все. И тебя по сути там никак не подцепить. Реально никак. Это очень хорошо придумано. Под БКБ там по сути только да. Хук-шот. И. Лагуну. Писать. То есть. Две таких очень мощных. Два мощных Нюка. Бизаж. Имеется Аганим. Три Фамильяра. Бот-фот появится. Пока тут еще и два. Ну и на бот. Минут раз уже вся команда. Ничего. Гейминг потенциал. Не считая самого лишь Братрума. Айгиса нет. Но зато у Сигер-Коптера очень много всего. В плане слотов. Манта Стайл. У Лина. У меня остается еще один слот, который можно заменить. Купить там, не знаю, Скади какой-то. Нет, кстати, у СФ никакого Аджора. Волок тут бегает, как я понимаю, от Герокоптера. Да, там уж САКи просто не делаются. Они не так нужны. Герокоптера со слотами все в порядке. Ну, какой-то Баттерфляй купить как вариант неплохой. Просто купить Баттерфляй. Луну развести на покупку МКБ. А стоит оно очень много. А я думаю, Луни. Ну, хотя Луни, а что еще остается и покупать? Баттерфляя покупать уже смысла нет. Герокоптер уже МКБ есть. Тут вообще никакого смысла. Так что остается купить самой МКБ, добыть и дэмэдж вписывать. Хотя не знаю, поможет ли он. В полноценном файте, если они будут вичи гейминг потеншал как-то его сливать. Идти там на хайграунд вдвоем. Без своего там майнкэри. То сложно будет. Все-таки Герокоптер ранжал БКБ и пошел боевать. Просто в тупую. Разгон на Клока. Ну, я думаю, что Янг сейчас остановится. Да, остановится Янг. Палец на вардах. В смоках. Команда вичи гейминг потеншал. Ну и ждем. Ждем какого-то врыва. Ну. ЗП время зря не теряет. Он просто стоит тут фармит. Подпушивают лейн. Достаточно серьезно. Ну и Герокоптер просто взял, забрал вышку. Что у нас Порошану? Ну, тут опять же таймер сломался. В реберне непонятно. Что там Порошану? Как вот теперь считать? Ратрум. Прибежал здесь отпушить. Фамильяр, если подбашить, можно и убить. Гемов Трусайт от Шейкера. Так же имеется. Ну, вот они гем на гем. Ну, пока, несмотря на графики, игра по-настоящему равная. Ну, вот Луни нужно что-то еще прикупить. Взял с ней анимант, оставил Сенжьяшу. Дабы поплотнее быть. Там все-таки очень много атрибутов добавляется. Как мы видим, просто огромный список. Ко всем абсолютно. Все, что хочешь. Ну и Клок. Будет Пойнт Бустер. Будет. Появляется Аганим. Ну и там колдаун уже будет на хокшот очень маленький. Можно будет постоянно по карте прыгать. Рошан появился. Чекает его и Волк, и Ракетки. Клока. Ну и тут вопрос, кто пойдет первый, кто осмелится. Бич Доктор. Бич Доктор. Ну, нет еще Дезворта с Аганимом. Есть обычный, разумеется. Ну, надо дофармить 1300. 1200 даже. На миде. Стэд, ребята, ждут. Вешается Солар Крест на СФ. СФ. Очень аккуратно. Ведь чей гейминг потенциал играет. Прям вообще не подставляется. Так, Линку сбили Фану. Ну да, конечно, когда БКБ не нажат, а сбить Линку не проблема. Там очень много всего. Там обычно Кулфи дать. Там Визаж дать. Грейфчилл, чего угодно можно. Прям чего, чего хочешь. Ну вот, когда БКБ, да, посложнее. Есть НВИС. Ой, какая хорошая руна. Ну, там Апаришин, но... С другой стороны, Апаришин всегда находится все-таки где-то вот здесь. Он будет стоять, когда файд идет вот здесь вот. Аппарату нужно стоять подальше. Да, Байс Бас зарядить. Ну, как можно больше. Чем дальше, тем больше. Это логично. Клок с макак своей командой. Очень аккуратненько бьют. Очень импотеншн. Главное нажать вовремя БКБ. Хукшот. Отлично, хукшот по двоим. Закрывает двух героев. БКБ Фан нажимает вовремя. SF, Requiem of Souls. Луна, как же сильно и больно Луне. Луну не видят. Приходят Шейкеры. О, Шейкеры, это Изи ГМ. Дезвард ставится. 150 Шейкер. Вполне неплохо у этого Клока. Минус Луна. Минус Янг. Но размен уже невыгодный. Фисурка дает. Закрыли Лину. Лине некуда идти. Но никто ее не хочет бить. Телепорт также от Клока. Визажа. Визаж, визаж пытается уйти. Визаж инвиз закончился. Но и видят визажа. Визаж здесь будет погибать. Да, каски летают. Кайлы, тотем и удар контрольный. Два в один, но еще неплохо делались The Hurt. Прям могли бы и хуже воевать в сто раз. Айс Бласт. Никуда он не попадает. Ну вот раз опять же на халяву будут ребята забирать. Рошан еще и ДЛД у Геракоптера. Еще можно пойти сейчас попробовать подпушить чего-то. Ну здесь правда мид надо отпушить. Очень много крипов на миде. Да, вылетает уже Вич Доктор. Но Вич Доктору как раз и само то. Сейчас он здесь по сути за этих крипов может оформить себе полоценный аганим. Минус Рошан. Ну мы видим, что Луна не боец. У Луны не хватает слотов. И та же Лина, она все-таки такой таргетный герой. Она одного убила, а вот с остальными что делать не знает. Она снова убивает там Баратрума бедно. А вот что дальше, это проблема. Вич Доктор, 200 золота. 200 золота всего лишь. Геракоптер там агеги сбили. А чего они пить на хг лезли? Я вообще понять не могу. Я на хг залезли. Барат никакой толком не убили. Фан под Глиммер Кейпом стоит. Думает, что все можно. Стан. Айс Бласс. Все в никуда. И Фан. Линку сбили. Вы решили в итоге рейнджового Барак побить не убить. Решили милишну побить не убить. И уйти. Да? Очень забавно. Там Баратрум побежал. Побежал. Ну вот он минус. Рейндж Барак. Баратрум прибегает. Так и слэма. Отлично. А Шейкер по двоим дается. Минус Визаж. Минус Клок. Моментально. Также проблема у Луны. Луна. Бьют Луну. Луна Байбэк. Байбэк также Визаж. Байбэк Локверк. Три байбэка делается. Надо либо добить Барак. Либо просто уйти отсюда. Слишком много байбэков. Янг живет. Линку сбили фану. Фиссурка. Не самая лучшая. Фана подцепились. Лагуна. Лагуна. Найс Бласс. Минус раз. Лина также. Должны здесь убивать. Лин. Лин. Бежать. 200 хп все-таки минус Лин. Идет Ями просто ловить. Все фраги, которые только можно забрать. Ну минус 3. Все остальные, как понимаю, уходят. Отличная фиссура. По троим. Барак живет. Но там было сделано настолько много байбэков, что в следующий раз уже так не получится. Да. Три байбэка. Три байбэка. Два корр-героя сделали байбэки. Только Лина выжила. Ну Лина бы тоже байбэк сделала при желании. А Паришин тоже, кстати. Да. Но теперь только два байбэка можно сохранить. Остальным героям нужно уже закупать себе артефакты на максимум. Да и аппарат решает, что был бы там какой-то ас-бласт с аганимом. Был бы покруче. И вот он уже почти. Аганим скипетр от Мелоди Лаврес готов. Вич Доктор. Пайти, как я понимаю, этот сбор свой с аганимом не поставил. Ну, опять же, странноватые файты выходят. Как-то Мичигемпотенш играет неаккуратно. Ну, Барак. Рейнджоу убили. Милишный час отриги нет. Все равно это не страшно. Это не страшно. Сейчас шансов, опять же, все меньше. Байбэков нет. Графики там уже выросли аж до 16 тысяч. Ну и 12 по Экспириенсу. Есть ультимативная арба. Ну и ждем появления Скади. Да. Вторая арба. Уже хп побольше становится. Ну, спасет ли это Скади игру? И не нужно ли после Скади еще какую-то рапирку собирать? Вот это вопрос немножко другой. То есть до сих пор нет никакого маки кенбара. И собрать все элементарные бутерфляги Гирокоптер может. Просто купить бутерфляги и не думать ни о чем. Так, у нас снова какие-то лаги пошли. Нормально. Даже в Дота ТВ. Ну что ж, снова стагнация от команд. Хотя слоты у команды, еще я не подошел, очень клевое. У них все есть. У них все имеется. Да и дал с ОСФ. Ну и теперь там криты будут вылетать под 600, под 700. Но сейчас мы сами увидим. Да, под 700 криты. Раз птица, два птица, три птица. Просто птица формятся. Легко и просто. Это еще душ не максимум у ОСФа. Визаж, кстати, птицы. И где птица? А птиц нет еще. Не будет их целую минуту. Вот так вот. На ботуме Янг. Ракетки. Как же четко там Клок чекает наличие Баратрума. Баратрум просто улетает. Ну и бутерфляет, да. Гирокоптер говорит, ну окей, ребят. Скади так скади. Теперь гирокоптеры вообще не знают, как убивать. У них полная защита и от магии, и от физдэмеджа. Попробуй в нее попади. Попробуй в нее попади способностями. Так что я уже даже не знаю. Ну да, единственное, там проблема, что БКВ 5-секундная. Но я думаю, что за 5 секунд может всю команду убивать. Писсура по Мелоди Лавар. Суходит Глимир Кейп. Дается Эхо Слэм по Адам Апаришину. Назадрайк. По Луне. Луна. Башки там прокнул. Раз. Больше не проклят. Но и фан. Пришел. Флэк Кэнон. И наваливать. И Дезвар. Ну все как-то очень грибоватенько ставится от команды Чигмин Потеншал. Но этого хватает. Этого хватает вполне. Дабы убить Апаришину. Но там-то все потрачено уже. Так-то. Ура. Всех подхиливают. Аппарат они будут 30 секунд. Ну и пойдут ли? Пойдут ли вопрос дальше? Сейчас Дезварда нет. Вот Дезвард точно ставить не стоило. Надо было дождаться. Немножко потерпеть. Крипи подходят. Но крипов там можно забирать очень быстро. Ну и байбеки. Байбеки таковы. Только лишь у Баратрума. У Лины и у Шейкера есть. Все. Больше ни у кого вообще. Ой. Как же быстро. Напиливают вышку. Манта стайл еще. Так. Давайте полагаем. Милишный Барак. Начинает скотаться. Так. Неужели не будут дефить? Хотя все пятером живы. Ну вроде все живы, да? Баратрум. Просто БКБ. И начинает пилить. Минус Барак. Закрывает Янга. Янг разгон. Дает. Отсюда уходит. Аутофана проблемы. Фан. Фан. Под БКБ. Под Глимеркейпом. Лин на развороте. Начинает. Как же там больно бьет Лин. Минус Клок. Клок без байбек. Герокоптер Вич и Доктор здесь все-таки погибает. Минус также Шейкер. Минус 3. Нота на Луна пришла. Да. Слушайте. Там эти Глэйвы работают на ура. Минус 3. Но страна упала. Страна упала. Янг ушел. Янг пойдет по ботам и чуть подпушит. Ну и там также стоит один лишь милишный барак. То есть да. Вы выигрываете файты. Но с таким преимуществом. Как у команды. Вич и Гейминг Потеншн. Там разменять 3 героя на бараке. Это очень неплохо. Покупается кстати Сильвер Рейдж. Вот так вот. Наверное пассивки отрубают тоже Луни. Сильвер Рейдж. Через не Сильвер Рейдж. Пока что только Лотар. Но я думаю будет Сильвер Рейдж попозже. Да. 50 минут игры. Уже прошло. Ну и... С одной стороны я могу сказать что все. Команда Вич и Гейминг Потеншн выигрывала. Они доигрывают эту игру. Как в принципе и Team The Hurt. Но с другой стороны. Я думаю что будут воевать. До конца Hurt. И я думаю что еще там пара таких фейлов. От Вич и Гейминг. Пару стриков поснимают. Луна там все купит какой-то. Манки Кен Бар. И может быть что-то и получится. Весь в скаде. Доминатор. Почему-то. А Паришна. Я не знаю почему. Да. Дает назад Луни. Да. Там было 2 просто против Матин Арбы. И некуда было Доминатор этот класть. Но для файта Арба была пополезнее. Нежели Доминатор. Возможно ожидает про Старшана. Элементарный Вич и Гейминг. Но ждать придется долго. ОСФ и Киперстоун. Будет выход в Хирасу. Может быть какой-то элементарный Хекс стоило бы купить. Против той же Луны. Против той же Лины. Которая до сих пор без БКБ и Слинка конечно. Аппарат с Аганимом. Ну и Визаж Плэтмейл. Скоро будет Шива. Да Рошана пока нет. Пока Рошанчика нет. Ставитесь элементарно в Орды. От Вич Доктора. Напоминаю друзья. Что это Best of One. Только лишь одна карта будет. Следующая карта будет. В 2 часа по Москве и по Киеву. Так что. Нам в принципе спешить некуда. Мы можем и час игры и два посмотреть спокойно. Ну здесь нет таких героев. Нет какого-то там течиса. Дабы прям можно было дефить долго. Хотя тем не менее есть опять же сплэш от Луны. И Лина дает Драгон Слейв. Тут же Аппаришн. То есть дефить можно. Дефить можно на ХГ стоять. И не бояться. 2 птицы. Рошанчик. Или тебя чекать. Вот раз птица. Говорит и 2 птица. Нет 2 не успел. Второй чуть не успел. Даршана 20 секунд. Пойдут ли сюда. Пойдут ли ребята из команды. Михаил Артана не нашли. Опять же Янга. Бедного. Янг в лотаре. И просто уходит. Да ладно. Но нет. Не все так просто. Янг. БКБ уже нет. Лагуна. И гем теряет. Да. Забирает. Второй гем себе. Мелоди Лаврс. Но это опять же развод. Я не знаю почему не решили. Ай-яй-яй. И ушли. Рошан появляется вот уже секунду. С сыром. Обидно. Там все-таки не было айс-бласта. Целых 20 секунд. Но теперь он уже появится. Ну хотя смотри. Там и Шейкер уже наваливает. За счет ТТМа. Как мы видим. И СФ. Криты не проблема. И гирокоптер сюда подходит. Гирокоптер уже шесть лотов. Подменить какие-то фейсбут. Ну собрать разумеется сатаник. Выкладывает доминатор. Говорит не надо мне доминатор. Я себе возьму айегис. Ну и сыр за кем? За кем же сыр? За Вич-Доктором? Вич-Доктор тоже некуда особо класть. Шейкер себя забирает. Вот так вот решили. Регенерация. Руна никому не нужна. Ну и что ж. Есть айегис. Гирокоптера. Рефреш рулины. Ого. Вот это интересно. То есть за счет рефреша можно вот гирокоптер убивать двумя лагунами. Ну и буквально там две тычки. Интересно. Интересно. Ну был бы еще какой-то хекс. Было бы вообще круто. То есть два хекса. Две лагуны. Два юла. Две линьки. Два стана. Ну и так опять же все кроме хекса и два стана. Два юла. Две линьки имеется. То есть линьку там на кого-то повесить. Сразу же нажать рефреш и у тебя будет линька. Кираса от СФ. В любом случае кираса от СФ. Броней очень много. Опять же кираса очень хороший артефакт. Добава на хг заходить. Армор снижаешь и команде. И вышкам. Всему. Ну луне здесь еще конечно надо работать. Маки киринбар какой-то. Потом сатаник. Потом Сэнжи Яша. Ну все-таки по мне так Сэнжи Яша была ошибочным артефактом. Поспешила немножко луна с выбором данного арта. Идет просто герокоптер по миду. Ну и по топу. Очень четко вичегей гейминг придумали. Как можно зайти. Там шейкер. Давай. На шейкера сейчас мы просто смотрим. Он может сотворить чудеса. Не палят смоки. Я думаю что Беховард подозревает что не все так просто. Тотем от шейкера. Да. Все-таки смоки закончились. Надо выходить. Надо выходить и говорить. Что да. Мы тут пытались зайти. Не получилось. Братрум. Разгон. Форста в дается. Янг. Фамильяры подцепили Янга. Айс Бласт. Но опять же в одного лишь Янга. Все прописывается. Лагуна в Янга. Янгу убили. Потратили Лагуну. Потратили Айс Бласт. А что дальше? Рефреш надо уже сжать. Скорее всего. Хотя Фантом просел. Бим по Лину. Неужели отойдут? Неужели отойдут? Это может быть ошибкой. Хотя Айс Бласт уже почти появился. 20 секунд. Но Глифа нет. Глифа нет. У Беховард. Нет его много. Нет его 5 минут. Лин ворвался. И минус стир 3 вышка. Лин. БКБ надо сжать. БКБ жмется. На развороте бы какой-то реквим бы прописать. Но Лин что-то не рискует. Почему? Почему не попробовать? Идет. Фант также БКБ тратит. БКБ больше нет. Беховард Лингу сбивает. Задув. Ой-ой-ой. Что-то не получается. Все. Вич и Гейминг говорят. Ладно. Дождемся следующего Рошана. Без проблем. Времени много. Это может быть даже ошибка. Все-таки Луна укрепляется. Георгоптер уже все слоты нафармил. А вот Луна нет. Есть еще Аигис. Есть Аигис ведь. Но БКБ нет. Но нет Блокенбара. Сыр по-прежнему есть. Также у Шейкера. Опять же стоят три барака на карте. Глифа нет. И пытаются Беховард сделать что-то невероятное. Что-то необычное. То, что не ожидают. Видит Вич и Гейминг. Они заходят за спину. Сейчас видят Шейкера. Видит СФ. СФ прожимает БКБ. Сыр. Нажать бы Шейкера. Но нет. Но нет. Минус СФ. Ну и Фан начинает напиливать. БКБ нажал. Дезвард ставится. Опять же не очень. Он точно. Фан пытается бежать. Но там Глимеркейп. Бим. По Фану. Эклипс. Минус Фан. Фан. Есть Аигис. Сейчас он воскреснет. СФ бежит. Но очень далеко. Нет никаких травелов. Фан. Воскрес. Начинает напиливать. Там Фамильяры. Четко садят. Солосамшин. Сбили линку. Стан по Фану. Фан. Надо отсюда уходить. Немедленно. Солосамшин. Тычки от Лины. Задул. Минус Герокоптер. Ой, что творят. Ой, что творят. Сейчас команда. Бехёрд. Также проблема Вич Доктора. Минус Вич Доктор. Будет ли. Там их СЛМ. Там СФ разультовался. Но Лина с Байбеком. Что по Луне. Луна Байбека нет. Это важно. Луна без Байбека. Герокоптер летит. Они готовы идти просто нам хорошо заканчивать эту игру. Герокоптер уже здесь с тревелами. Без Луны будет сложно. Три героя лишь на карте. Против четверых. У команды Вича Гейминг Патентшн. Сказал, что камбек близок. Но вот эти вот Байбеки. И отсутствие Байбека у Луны. Не хватает денег. Не хватает и времени. Не хватает всего. Это мега крипы. Ну и. Уже будет сложно. Да. Уже будет сложно. Минус также. Визаж. Клок делает Байбек. Ну, я думаю, что пора тут писать ГГ, да? Нет. Пока ГГ не пишут. Пока ГГ писать ребята не хотят. За страйк. По Клоку. БКБ. Клок с Байбек только-только лишь сделал. Минус Клокверк. Войют ребята до конца. Это, конечно, похвально. Но с мега крипами тут будет очень сложно. Отлично. Физора по двоим. ЗП погибает. Все-таки не ЗП погибает у нас. А Париж. Ну и Гудгейм. Велплейт. Команда. Бехард. Все-таки. Вынуждено сдаться. Да. Боевали до конца. И вот этот последний выход. Вот такой. Вот он был очень красивым. Очень четким. Необычным. Неожиданным. И для нас. И для команды. Вичи Гейминг Потеншал. Но Байбеки решают. Просто, опять же, развели. Разменялись. Но вот у Вичи Гейминг Байбеки оказались. А у команды. Бехард. Этих Байбеков не было. 58 минут. Игра у нас злилась. И Вичи Гейминг получает свой первый. Как я понимаю. Три очка. Три очка. Продолжение следует...